Ребята, привет! В этом видео я дам совет и раскрою тему, что делать джуниор-дизайнеру, когда он тратит очень много времени на свои первые проекты. Смотрите видео дальше. Спасибо за вопрос Алексею. Он говорит о том, что у него получается нормальный дизайн, но затраченное время неадекватное. И как тогда взаимодействовать с клиентом, что дизайн, качество более-менее нормально, но это может занять очень много времени. Как поступать в таких случаях? Ответ, мне кажется, такой, что, во-первых, ну, допустим, если вы знаете примерно, сколько это займет времени, но если вы знаете, что на интернет-магазин, либо на сайт-визитку у вас уйдет месяц, то есть, да, у вас такая скорость, вы джуниор-дизайнер, и вы быстрее не сделаете физически. Но я считаю, в таком случае нужно сказать клиенту, что я возьму там месяц работы по созданию такого-такого сайта. То есть, я считаю, что не надо стесняться, нужно прямо говорить, что я потрачу столько-столько времени. И плюс, я вам рекомендую, если вы, допустим, знаете, что вам нужно на проект месяц, да, ну, конечно, месяц, я не знаю, это прямо супердолго, но окей, месяц, то возьми и скажите, что вам нужно полтора месяца, берите запас обязательно. Лучше вы сделаете там за две недели, ну, сдадите проект раньше, чем вы скажете клиенту, что вы делаете месяц и будете делать его два. Всегда делайте запас, да, для себя, чтобы вам было, не было стресса. Поверьте, что я очень долго проработал в стрессе, когда я говорил, что я сделаю дизайн за неделю, и в итоге, ну, я прямо, ну, скажем так, вырабатывал, знаете, чтобы успеть. А теперь я делаю, ну, говорю клиенту, там, неделя-две, ну, там, две недели, но делаю дизайн за три, или там, дня, либо четыре. То есть, и таким образом я, ну, себе еще делаю такую, знаете, очень комфортное, скажем, такой комфортный гандикап, ну, для сдачи работы. Вот, я не люблю работать, ну, в попыхах, как говорится. Вот, ну, и не забывайте, что, как бы, всегда есть куда совершенствоваться, и проект, он всегда, ну, он всегда, как живой организм. То есть, такого не будет, что, ну, такое бывает, что вы сразу показали дизайн, и клиенту прям понравилось, но обычно это правки, это, во-первых, учтите это, во-вторых, это ожидание на ответ, ответ клиента, то есть, он не всегда вам сразу ответит, и поэтому уточняйте клиенту, говорите клиенту, что, как бы, что так же время сдачи проекта зависит от скорости ответа самого клиента, ну, и отправок. Вот, однажды у меня были, ну, у меня были такие проекты, в которых я буквально, ну, меня просили, да, нам нравится главная страница, но давайте мы еще сделаем еще два варианта, да. Ну, я был неопытный, я делал бесплатно, вот, и на это уходило очень много времени. Ну, и таким образом, ну, мы все равно там возвращались в первый вариант, но затраченное время на проект было много, вот, и я просто не учитывал, что клиент попросит еще какие-то варианты новые рисовать, вот. То есть, ответ такой, что, ну, просто, ну, примерно, если вы знаете, сколько вы, то есть, резюмирую, да, если вы знаете, сколько плюс-минус у вас уйдет времени на проект, ну, не стесняйтесь, говорите это время, и возьмите немножко больше времени, то есть, для себя, чтобы, ну, то есть, если у вас проект длится месяц, скажите, скажите полтора, либо, там, месяц и одна неделя, месяц и две недели, чтобы у вас было, ну, время для запаса на всякий случай. Во-вторых, учитывайте, что клиент, ну, не сразу отвечает, что у вас будут правки, вот, и, ну, и не нужно переживать, если у вас сразу не получилось, то есть, благодаря клиенту вы сможете, ну, он будет вам давать свои фидбэки, и вы будете постепенно идти и совершенствовать свой макет. Вот, поэтому такой ответ, если он был полезный, то ставьте лайки, если ответ не до конца раскрыт, пишите вопросы, я постараюсь вам более детально ответить еще. Вот, хороших вам выходных, хорошего дня, с вами был Саша, пока.